Дороги до ближайших населенных пунктов просто не существовало. В этом году в селе произошли положительные перемены. Наконец-то началось строительство путей сообщения. Идет реконструкция дороги Мокро-Бугурна, поселок Ирикеево Новое. Эта дорога даст толчок по развитию этих сел. Также она проходит по одной из главных улиц села Мокро-Бугурна, которая будет также благоустроена, заасфальтирована и освещена. Гульсера и Зеленур Габаевы живут в Новомерикееве с 50-х годов. По их воспоминаниям все эти годы путь до магазина и работы напоминает сплошную полосу препятствий. Добраться до ближайшего села возможно только на тракторе или пешком резку и увязнуть в болотах. Для них и остальных односельчан новая дорога будет самым важным средством сообщения с внешним миром. Магазин ходили как могли. Как сказать это. Тоже так же. По болотам вот так ходили. Весной особенной. Много вот ходили. На работу тоже так ходили. Иначе у нас дело не вышло. Дорога не была тогда совсем. Положить два с лишним километра качественного дорожного полотна задача непростая. Особенно в местности с высокими грунтовыми водами. Несмотря на сложную почву, строительство идет по плану. Бригада подрядчика приступила к работе 1 июня. Сдача объекта намечена на конец октября. Первые два месяца, июнь-июль, это будет выноска коммуникации. Это газ, электроосвещение, перенос опор, снятие полудородного слоя, устройство земполотна. Дорога с себя будет представить асфальтобетонное покрытие. Изменений ждут и жители поселка Новая Воля. Идет строительство новой дороги, которая соединит с селом Малое Нагаткино. Школьный маршрут удлинят и сделают выезд на трассу Ульяновск-Цивильск. Всего 903 метра асфальта необходимы для комфортной жизни. Особенно в межсезонье, когда дорожный вопрос для местных жителей встает особенно остро. Дорога важна для поселка, потому что у них подъезда временных нет, вечная грязь. Поезда нет весной. Я здесь был в мае месяце. Машины оставляли, грубо говоря, от домов за километр. Строительные работы проходят благодаря реализации программы устойчивого развития сельских территорий. На 5 километров автомобильных дорог выделено 113 миллионов рублей, 76 из которых – средства федерального бюджета. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.